За переходящий кубок главы муниципального образования Котлас в этом году боролись 46 инваспортсменов из 8 городов и районов Архангельской области. Седьмой по счету турнир однозначно войдет в историю адаптивного спорта. Его включили в единый календарный план спортивных состязаний, что позволило организаторам впервые присваивать лучшим участникам турнира спортивные звания. Также впервые за историю проведения этих состязаний борьба между инваспортсменами шла на равных для всех категорий. Честная упорная битва за теннисными столами продолжалась два дня. Среди прочих высокое мастерство показали катлошане. В личном первенстве в своих соревновательных классах победителями стали Наталья Белых, Алексей и Ольга Бабошины. Еще шесть наших спортсменов пополнили копилку сборной с серебряными и бронзовыми наградами. Но переходящий кубок турнира вновь уехал в столицу Поморья. В общекомандном итоге катлошане завоевали второе место. Открытием регионального турнира стали юные воспитанники клуба для особых детей УМКО, подопечные адаптивного отделения по настольному теннису Котласской детской юношеской спортивной школы номер один. Впервые приняли участие у нас пять спортсменов юных, которые входят в число юношеской сборной МОКОТЛОС. А также они сейчас же входят в областную команду юношескую по настольному теннису. Вот такие ребятки очень интересные сейчас есть, как Максим Никандров, Артемий Барышев, Антон Гатальский, Даша Лоскутова. Эти ребята, надеюсь, в будущем многого достигнут. И по итогам этого турнира сейчас я их повезу на первенство в России. По итогам Котласского турнира в областную сборную включены и взрослые спортсмены-паралимпийцы из Котласа. Они традиционно будут защищать честь Поморья на всероссийском турнире по настольному теннису Кубок Петра. Соревнования пройдут в конце ноября в Санкт-Петербурге. В прошлом году сборная Архангельской области заняла там третье место. Продолжение следует...